Беседа 16.177 Градоначальника я похвалил за попечительность, что он, увидев город в волнении, и всех помышляющими о бегстве, пришедших в церковь, утешил вас и внушил вам благие надежды. А за вас постудился и покраснел от того, что после столь многих и продолжительных поучений вам понадобилось стороннее утешение. Я желал, чтобы земля разверзлась подо мной и поглотила меня, когда слушал я, как он говорил к вам, и то успокаивал, то порицал этот безвременный и неразумный страх. Не вам бы следовало учиться у него, но вы бы должны быть учителями для всех неверных. Павел не позволил и судиться у неверных, а тебе понадобились внешние учителя после такого наставления отцов и несколько беглых и негодных людей взволновали и обратили в бегство такой город. Какими же глазами будем смотреть на неверных, когда мы так робки и боязливы? Каким языком будем говорить к ним и убеждать их не бояться наступающей бедствии, когда мы по этой тревоге стали боязливее всякого зайца? Что же делать? Говорят, мы люди. Поэтому-то самому не следует смущаться, что мы люди, а не бессловесные твари. Эти боятся всякого шума и стука, потому что у них нет смысла могущего прогнать боязнь. А ты почтен разумом и смыслом. Как же не спадаешь до их низкого состояния? Пришел сюда кто-то, возвестил о приближении воинов. Не смущайся, но оставя его, преклони колено, призови своего Господа, востинай горько, и Господь отклонит беду. Ты получил неверные слухи о приближении войска и уже вообразил себя в опасности лишиться настоящей жизни. А вот блаженный Иов, слыша, как вестники один за другим приходили и объявляли о несчастьях, и, наконец, сказали о невыносимой потере детей, не востинал, не зарыдал, но обратился к молитве и возблагодарил Господа. Ему и ты подражай. И когда придет, кто и скажет, что воины окружили город и хотят разграбить имение, прибегни к своему Господу и скажи, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Его, Иова, не устрашило самое бедствие, а тебя пугает и один слух. Какого же будем достойного уважения, когда, будучи обязаны не бояться и смерти, так пугаемся ложного слуха. Кто смущается, тот строит себе страх, которого нет, и тревогу, которой не видно. А кто тверд и спокоен в душе, тот уничтожает настоящий страх. Не видишь ли, как кормчие, когда море бушует, облака сгущаются, громы раздражаются, и все на корабле находятся в смущении. Сами сидят у кормила без смущения и тревоги занимаются своим делом. И смотрят, как бы отвратить приближающуюся бурю. Им и ты подражай. И взявшись за священный якорь надежду на Бога, будь подвижен и непоколебим. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и развелись реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Видишь ли, что падать, падать и низвергать – дело безумное. А мы не только похоже стали на этого безумца, но пали жалче и его. И его дом упал после разлития рек, после того, как пошел дождь, и подули ветры. А мы обрушились и потеряли весь плод любомудрия, когда еще дожди не упали на нас. Реки не приступили, ветры не налегли на нас. Прежде чем испытали несчастье от одного слуха. Каково, думаете, теперь у меня на душе? Как мне укрыться, как спрятаться? Как я должен краснеть, если бы отцы, пресвитеры антиохийские, силы не понудили меня? Я не стал бы и не заговорил бы, а мрачен, будучи печалью о вашем малодушии. Но и теперь еще не могу прийти в себя. Так гнев и печаль овладели моей душою. Да и кто бы не стал засадовать, кто бы не стал негодовать, когда после такого наставления понадобились учителям внешне, чтобы утешить вас и убедить великодушному перенесению настоящего страха. Молитесь же, чтобы нам дано было слово в отверзение уст наших, и чтобы могли мы отогнать эту печаль и несколько воспрянуть духом. Стыд из-за вашего малодушия сильно поразил нашу душу. 179. О многом недавно говорил я к вашей любви, и о сетях, отовсюду расставленных нам, и о страхе, и печали, и о плаче, и веселье, и о серпе летящем на домы клянущихся. Из всего этого многого запомните, в особенности то, что сказано о серпе летящем и упадающем на дом клянущегося, разрушающем камни и дерево, истребляющем все. А с этим помните и то, что клястье с Евангелем в руках и свидетелем клятвы делать тот самый закон, который запрещает клятву, крайне безумно. И что лучше потерепеть ущерб в деньгах, чем заставить ближних к клястье, потому что этим оказывается великая честь Богу. Когда ты скажешь Богу, «Ради тебя я не заставил клястье такого-то, учинившего воровство и злодейство», за эту честь Он воздаст тебе великую награду и настоящей жизни и в будущей. Это и другим говорите, и сами соблюдайте. Зная, что здесь в церкви мы бываем более благоговеяны и вовсе отлагаем эту злую привычку, нужно нам не только здесь вести себя благоразумно, а с этим благоговением выходить и отсюда, туда, где особенно в нем нуждаемся. И почерпающие воду не у источника только наполняют сосуды водою и не опоражнивают их, уходя домой. Но дома-то именно ставят их с осторожностью, чтобы они не опрокинулись и не сделался напрасным их труд. Будем и мы подражать им, и пришедшие домой, станем тщательно хранить сказанное. Ежели вы здесь будете наполнены, а домой придете пустыми, не удержав слышанного в сосудах ума вашего, для вас не будет никакой пользы от наполнения здесь. Покажи мне борца не на месте учения, но на месте состязания. Покажи благоговение не во время слушания, но во время деятельности. Ты хвалишь, что говорится теперь? Когда тебе придется клясться, тогда припомни все это. Если вы скоро исполните эту заповедь, я преподам наставления о других важнейших предметах. Вот уже другой год беседы я с вашей любовью, а не успел изъяснить вам из ста стихов из Писания. А причина та, что мы должны учить вас тому, что вы можете сделать дома и сами собой, и что большая часть наставлений употребляется на нравоучение. Но этому бы не следовало быть так. Улучшение нравов вы должны бы учиться дома, сами собою, а нам предоставить изъяснение мыслей и учений в Писании. Если же бы и понадобилось вам послушать об этом и от нас, то потребовалось бы на это не более одного дня, потому что такой предмет не разнообразен, не труден и не требует доказательства. Когда говорит Бог, тогда не время умствовать. Бог сказал мне клянись, не требуй же от меня доказательств. Это закон царский. Постановивший этот закон знает основание закона. Он не возбранил бы, не запретил бы, если бы это не было полезно. Цари издают законы, часто и не все полезные, потому что они люди, и не могут так легко найти полезное, как Бог. Однако мы, несмотря на это, повинуемся. Женимся ли мы, делаем ли завещание, хотим ли купить рабов, или домы, или поля, или сделать что-нибудь другое. Все это делаем не по своему произволу. Но как они постановили? Мы не вполне властно распоряжаемся и нашими делами, по своей воле. Но во всем подчиняемся их постановлениям. А если сделаем, что вопреки их воле, то сделанное бывает без силы и пользы. Вот какую честь воздаем мы человеческим законам. А Божие законы, неужели будем так попирать, скажи мне? И какого это достойно извинения, какого прощения? Бог сказал, не клянись, не постановляй же противного ему закона своими делами, чтобы тебе безопасно все и делать, и говорить. 180. Ну, довольны об этом. А теперь мы предложим вам одно изречение, из нынешнего чтения. И тем закончим слово. Павел, узник Иисуса Христа, говорит апостол. И Тимофей, брат. Велико это наименование Павла. Имя не по власти и чести, но по оковам и узам. Истинно велико. Многое и другое делает его знаменитым. Восхищение за третьего неба, возмещение в рай, слышание изреченных слов. Но он не указал ничего из этого, а вместо всего упоминает об узах, потому что он более, чем все другое, сделали его знаменитым и славным. Почему же? Потому что то дары человеколюбия Господа, а это знак твердости и терпения раба. Любящие же обыкновенно хвалятся более тем, что они терпят за любимых, нежели благодеяниями, какие получают от них. Не так царь любуется диадемой, как Павел красовался оковами. И весьма справедливо. Диадема доставляет только украшения, увенчанное в главе. А узы и украшения гораздо большие. И еще безопасность. Царский венец часто бывал предателем обличенной в него главы. Привлекал множество злоумышленников. И возбуждал страсть к тирании. А во время сражений это украшение так опасно, что и скрывают, и слагают. Цари на войне переменяют и одежду. И уже прямо становятся в ряды сражающихся. Столько предательства бывает от венца. А узы ничего такого не делают носящим их. Но все наоборот. Когда наступает война и брань с демонами и вражескими силами, узник ограждаясь узами, отражает их нападение. Из светских начальников многие не только тогда, когда начальствуют, но и когда сложат начальство, называется еще по нему. Такой-то, говорят, бывший консул. Такой-то бывший градоначальник. А апостол вместо всего этого говорит «Павел узник». Весьма справедливо. Те степени начальства не составляют верного доказательства добродетели душевной, потому что покупаются деньгами и при помощи ласкательства друзей. А эта власть от уз есть доказательство любомудрия душевного и величайшее свидетельство любви ко Христу. Те скоро теряются, а у этой власти нет преемника. Вот сколько уже протекло времени с тех пор до ныне, а имя этого узника сделалось все более и более славным. Все консулы, сколько их ни было, в прежние времена преданы забвению, даже по имени неизвестны народу. А имя этого узника, блаженного Павла, великое здесь, великое стране варваров, великое у скифов и индийцев, дойди до самых пределов вселенной, и там услышишь это имя. И куда бы кто ни пришел, везде увидишь, что имя Павла у всех носится в устах. Да и удивительно ли, что это так на суше и на море, когда и на небе имя Павла велико у ангелов, у архангелов, у горних сил и у царя их Бога. Какие же это, скажешь, были узы, что они доставили такую славу, связанному ими? Разве не из железа они были сделаны? Правда, они были сделаны из железа, но в них проявлялась великая благодать Духа, потому что они были носимы за Христа. О чудо! Рабы связаны, Господь растет, а проповедь с каждым днем распространяется, и то, что кажется, должно бы ее остановить, ускорило ее. И крест, и узы, которые казались предметом отвращения, теперь сделались знамениями спасения. И это железо стало для нас дороже всякого золота не по своей природе, но по этой именно причине и основанию. Но вижу, что отсюда рождается у вас некоторый вопрос. Если будете внимать с усердием, я и вопрос скажу, и решение предложу. Какой же это вопрос? Тот же Павел, пришедший однажды к фесту, и в беседе с ним опровергая обвинения, возведенные на него иудеями, и рассказывая, как он видел Иисуса, как слышал блаженный его голос, как через слепоту прозрел, как пал и восстал, как вошел в Дамаск пленникам, связанным без уст. Сказал так же и в пророках и законе, и показал, что и они предсказали все это. Пленил судью и почти убедил его перейти на свою сторону. 182. Таковы души святых, когда они подвергнутся опасностям, не о том заботятся, как бы им избавиться от опасности, но все употребляют к тому, чтобы уловить преследователей, как это случилось и тогда. Вошел Павел, чтобы самому оправдаться, а вышел пленив судью. И это засвидетельствовал сам судья, говоря, немного не убеждаясь сделать меня христианином. Этому надлежало бы быть и сегодня, надлежало бы этому начальнику поделиться вашему великодушию, любомудрию, совершенному спокойствию, идти отсюда с уроком от вашего поведения. Поделиться собранием, похвалить собравшихся и узнать, на самом деле, какое различие между язычниками и христианами. Но возвратимся к предмету. Когда, как сказал я, Павел, пленил своего судью, этот сказал, немного не убеждаясь сделать меня христианином, Павел отвечал так, молил бы я Бога, мало или много, но не только я, но и всех вас, сделать христианами, кроме этих уз. Что говоришь, Павел? В послании к христианам ты говоришь, молю вас, я узник в Господе, достойно ходить звание, в которое вы призваны, а беседуй с Тимофеем, в нем же злостражду и даже дауз, как злодей. И опять беседуй с Силимоном, Павел, узник Иисус Христа, состязаясь Сиудеями, говорит, надежда ради Израиля, я обложен этими узами. А Пишак филипийцам говорил ты, как многие, большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Везде рассказываешь об узах, везде выставляешь на вид оковы и хвалишь то ими, а пришедшие судилища, где бы всего боли набежало показать дерзновение, ты изменил любомудрый, говоришь судье, молил бы сделать и тебя христианином, кроме этих уз. Если узы благо и такое благо, что доставляет и другим дерзновение, говорите, в защиту благочестия, как это самое ты и высказал словами, и большая часть из братьев Господи, ободрившись моими узами, стали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Почему же ты не хвалишься ими перед судьей, но делаешь противное? Не представляется ли сказанным нами недоумение, но я сейчас же дам решение. Павел сделал это не по робости, не по страху, но по великой мудрости и благоразумии духовному. А как раз вот я и скажу, как это. Он беседовал с язычником, неверным и не знающим нашего учения, поэтому не хотел убеждать его указанием на вещи трудные. Но как говорил он о себе, я был беззаконными, как чуждыми закона, как чуждый закон, не будучи чужд законом перед Богом, но подзаконен Христу. Так поступил и здесь. Если говорит апостол, услышит судья о узах и скорбях, то сейчас убежит, потому что не знает силы уз. Пусть прежде уверует, пусть вкусит проповеди, тогда и сам устремится к этим узам. И слышит слово Господа моего, что никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая дерет от старого и дыра будет еще хуже. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорывается мехи и оно вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает в новое мехи и сберегается то и другое. Душа этого человека есть риза ветхая и мех ветхий. Она не обновлена верою, не возрождена благодатью духа, еще немощна и земна, думает о житейском, привязана к блеску мирскому, любит настоящую славу. Если в самом начале он услышит, что сделавшись христианином, он потом сделается кроме, толстыясь и покраснев, убежит от проповеди. Вот почему Павел сказал, кроме этих уз, не порицая сами узы, да не будет, но снисходя к немощи судьи, сам же он так любит и обызает их, как любящие наряды женщина свои золотые ожерелья. Откуда это видно? В Колостином 1.24 Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть в церковь. И опять филиппийцам 1.29 Потому что вам дано ради Христа не только веровать в него, но и страдать за него. И опять же хвалимся не только этим, но и скорбями. Если же он радуется и хвалится скорбями, и называет их даром благодати, то очевидно, что он по той причине говорил так беседуя с судьей. И в другом месте, будучи опять поставлен в необходимость хвалиться, он доказывает то же самое слово. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. И когда я немощен, тогда силен. И опять второе к коринфянам 11.30. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. И еще в одном месте, сравнивая себя с другими, и через это сравнение, показывая нам свое превосходство, говорит так. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. И чтобы показать это превосходство, он не сказал о себе, что воскрешал мертвых, изгонял демонов, очищал прокаженных и сделал что-либо другое подобное. Но что? Сказал, что он потерпел тысячи бедствий. В самом деле, сказав более их, он указал на множество искушений, говоря так. Христовы служители, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской и все прочее. Так Павел везде хвалится скорбями, еще извычайно славится ими. И весьма справедливо, потому что тем особенно и доказывается сила Христова, что этими-то средствами апостолы и победили мир. Узами, скорбями, ранами и крайними бедствиями. И Христос предвозвестил два эти состояния скорбь и покой, подвиги и венцы, труды и награды, наслаждение и горести. Но горести предоставил настоящей жизни, а наслаждение отложил до века будущего, показывая, что он не обманывает людей и желая этим порядком облегчить самую тяжесть бедствий. Кто обманывает, тот сначала предлагает наслаждение и потом подвергает горе с тем, например, торгующие людьми, уводя и похищая малых детей, не обещают им раны и побои или что-либо подобное, но дают пряники, закуски и прочее такое, чем обыкновенно услаждается детский возраст, чтобы они, обольстившись этим и отдав свою свободу, впали в крайнее бедствие. Таким же способом пицеловые рыбаки заманивают свою добычу, предлагая наперед обыкновенную и приятную для нее пищу, этой пищей прикрывая сеть. Так обманщикам более всего свойственно предлагать прежде приятное, а после наводить горе. Истинно заботливые и попечительные поступают совершенно напротив. Отцы поступают иначе, чем торгующие людьми. Посылая детей в училище, они, приставляя к ним надзирателей, грозят наказаниями, внушают страх, и когда дети проведут так первый возраст, тогда им достигшим уже совершеннолетия передают и почести, и власть, и удовольствие, и все свое богатство. 184. Так поступил и Бог, не по обычай торгующих людьми, но по примеру заботливых отцов. Он наперед подверг нас горестям, предав настоящим скорбям, как надзирателям, и учителям, чтобы мы, наставленные и вразумленные ими, показав полное терпение, научились всякому любомудрию, и таким образом, достигши совершенного возраста, наследовали царство небесное. Наперед он делает нас способными распоряжаться даруемым богатством, и потом уже вручается мое богатство. И если бы он этого не сделал, то дарование богатства было бы не даром, а наказанием и мукой. Неразумный и расточительный отрок, получив родительское наследство, от этого самого погибает, потому что у него нет столько благоразумия, сколько бы нужен для управления имуществом. Напротив, если будет благоразумен, скромен, целомудрен и умерен, если употребляет отцовское имущество на нужды, тогда он становится еще более знаменитым и славным. Так должно быть и с нами, когда мы приобретаем духовное благоразумие, когда все достигнем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Тогда Бог даст нам все, что обещал, а теперь, как малых детей, учит он нас, ободряя и утешая. И не это одна польза от того, что скорби предшествует блаженству, есть и другая, не меньше этой. Кто наперед наслаждается, а после наслаждения ожидает мучения, тот вследствие ожидания будущей бедствии не ощущает и настоящего наслаждения. А кто прежде терпит горести и после них надеется наслаждиться весельем, тот ни во что оставит настоящие неприятности в надежде будущих благ. Так Бог определил наперед быть бедствием не только для безопасности, но и для удовольствия и утешения нашего, чтобы мы, будучи облегчаемы надеждой на будущее, нисколько не чувствовали настоящего. Указывая на это самое, и Павел говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Он назвал скорбь легкой, не по собственной природе бедственном, по ожиданию будущих благ. Как купец не чувствует тягости плавания, будучи облегчаем надеждой на прибыль, и борец мужественно переносит удары в голову, имея в виду венец, так и мы, взирая на небо и небесное благо, мужественно перенесем все, те, какие не постигнут нас в бедствии, укрепляясь добрыю надеждой на будущее. Итак, с этим изречением, Павел, узник Иисуса Христа, и выйдем отсюда. Оно и просто, и кратко, но заключает в себе великий урок любомудрия. Кто в печали и скорби, тот находит здесь достаточное утешение. Кто в наслаждении роскоши, тот великое вразумление. Когда возлежат за трапезой вспомнишь это изречение, то скоро уклонишься от пьянства и присущения. Узнав из этого изречения, что нам должно подвязаться, и скажешь самому себе, Павел в узах и темницах, а я в упоении и за роскошные трапезы, какое же будет мне прощение. Это изречение полезное для жен, любящие наряды и расточительные обвешивающие себя со всех сторон золотом. Вспомнив об этих узах Павловых, возненавидят я уверенность презрением бросить те украшения и прибегнут к этим оковам, потому что те украшения часто были причиной многих зол, вносили в дом тысячи браний, порождали и зависть, и зложелательство, и ненависть, а эти оковы разрешили грехи и вселенной, устрашили демонов, а дьявола обратили в бегство. С ними Павел из темницы убедил темничного стража, с ними привлек к себе агриппу, с ними приобрел множество учеников, потому и сказал он, 2 Тимофея 2.9, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для слова Божия нет уз, как невозможно связать луча солнечного, не затереть в доме, так невозможно и слово проповеди. Еще того более, учитель был связан, а слово летало, он жил в темнице, а учение как бы на крыльях обтекало всю вселенную. 186. Итак, зная это, не станем упадать духом в несчастье, но тогда-то особенно и будем более возмогать и укрепляться, потому что римлянам 5.3 от скорби происходит терпение. Не станем скорбеть, когда постигают бедствие, но будем за все благодарить Бога. Мы провели уже вторую неделю поста, но не на это будем смотреть, потому что провести пост значит не то, чтобы провести только время, но чтобы провести его в добрых делах. Подумаем о том, сделали ли мы рачительнее, исправили ли какой-нибудь из своих недостатков, омыли ли грехи. Во время четыридесятницы обыкновенно все спрашивают о том, сколько недель кто постился, и можно слышать от одних, что они постились две, от других, что три, от иных, что все недели. Но что пользы, когда мы проведем пост без добрых дел, если скажет иной, я постился всю четыридесятницу, а ты скажи, я имел врага и примирился, имел привычку засловить и оставил ее, имел привычку клясться и оставил эту дурную привычку. для море для море 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 нет пользы в том, что они переплывут большое пространство моря, но полезно для них, когда переплывут с грузом и со многими товарами. И для нас нет никакой пользы от поста, когда мы проведем его просто, как-нибудь и суетно. Если мы постимся, воздерживаясь только от пищи, то по прошествии сорока дней проходит и пост, а если воздерживаемся от грехов, то и по прошествии этого поста он еще продолжается, и будет нам постоянная от него польза, и еще прежде царствия небесного он здесь воздаст нам немало наград. Как живущего греке и прежде геенно наказывается угрызением совести, так богатеющий добрыми делами и прежде царствия наслаждаются величайшей радостью, питаясь благими надеждами. Поэтому Христос так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет. Краткое изречение, но в нем много утешения, что бы означало радости вашей никто не отнимет. У тебя есть деньги? Радость о богатстве многие могут взять у тебя и воры разломывающие стену, и рабу насящий верено ему, и царь отбирающий имение и в казну и завис человек, возводящий клевету. Имеешь ты власть, многие могут взять у тебя радость о ней. Когда прекратится начальствование, прекратится и удовольствие. Да и во время самого начальствования много встречается дел трудных и соединенных с заботами, они уменьшают твою радость. Пользуешься крепостью тела, постигла тебя болезнь и расстроила радость о ней. Ты красив и благообразен. Пришла старость и сокрушила и унесла эту радость. Станешь наслаждаться роскошной трапезой, с наступлением вечера окончится и радость пиршества. Так всякая мирская вещь легко повреждается и не может доставить нам прочного удовольствия, но благочесть и доблесть душевная совсем другое дело. Если подашь милость, никто не может отнять у тебя этого доброго дела. Пусть нападут со всех сторон войска, тысячи тысяч клеветников и злоумышленников, они не могут отнять приобретение сокрытого на небе. Нет, радость эта остается навсегда. Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. И весьма справедливо, потому что она хранится в небесных сокровищницах, где вор не подкапывает, разбойник не отнимает, моль не съедает. Если будешь совершать постоянные прилежные молитвы, никто не может похитить плода их, потому что этот плод утвердился корнем в небесах, безопасен от всякого повреждения и остается недоступен. Если потерпев зло, сделаешь добро, если терпеливо перенесешь злословие, если, быв поруган, станешь благословлять, эти добрые дела останутся навсегда, и радости о них никто не отнимет, но всякий раз, как вспомнишь о них, будешь радоваться, веселиться и вкушать великое удовольствие. То же самое будет, если мы успеем в том, чтобы избегать клятв, и заставим язык наш воздерживаться от этой гибельной привычки. Доброе это дело сделается в короткое время, а радость от него будет постоянно и непрерывно. Впрочем, вы должны быть и для других учителями и руководителями. Должны брать, наставлять и руководить ближние друзей, рабы-сарабов и юноши-сверстников. Если бы кто-нибудь обещал тебе по одному червонцу за исправление каждого человека, не употребил ли бы ты всего старания, не просиживал ли бы с ним по целым дням, убеждая и увещевая его. Но вот Бог обещает тебе в награду за эти труды ни один, ни десять, ни двадцать, ни сто, ни тысячи червонцев, даже не всю землю, но дает тебе то, что больше всего мира, царство небесное, и не одно это царство, но и другое, кроме его. Что же это такое? Иеремия 15, 19 «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим, и если извлечешь драгоценное и изничтожного, то будешь как уста мои, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Что может сравниться с этим по чести и благонадежности? Какое же для нас извинение и прощение, когда мы после столь великого обещания не заботимся о спасении ближнего? Когда ты увидишь слепца, падающего в пропасть, то простираешь руку и считаешь недостойным оставить без помощи погибающего, а видя, как ежедневно все братья падают стремгла в дурную привычку клястья, не смеешь сказать слово, но ты сказал раз и ближе не послушал. Так скажи и в другой и в третий и сколько бы ни было пока не убедишь. Бог говорит к нам каждый день, а мы не слушаем, и он не перестает говорить, и ты подражай этой попечительности о ближнем. Для того мы живем вместе, населяем города и собираемся в церквах, чтобы носить тяготы, бремена друг друга, чтобы исправлять друг друга от грехов, как люди, живущие в одной лавке, хотя и разные продают товары, но все доходы складывают в общую кассу. Так будем делать и мы. Какое кто может сделать добро ближнему, не ленись и не отрицайся. Да будет и между нами такая продажа и уплата духовная, чтобы нам все сложив в общее место и приобрет в великое богатство и составив великое сокровище, всем вместе повысить царство небесное. по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь.